3.5 килограмма, он perfect professional record, 12 victories and no defeats. Из Махачкалы, Россия, не знающий поражений, Муслим Магомедов! Режери Максим Протасов. Капа, Муслим Капа. Ждем, wait. Эвертон Палакини и Муслим Магомедов на ваших экранах. Статистика. Ровесники по 29 лет этим парням. И это первый бой основного карта турнира ACA 171. Давненько мы не видели в деле Муслима Магомедова. Бросается разница в габаритах. Муслим, кажется, сильно крупнее. В разных стойках бойцы. Вливший бразильский спортсмен. Не исключено, что Муслим Магомедов захочет немного подышать в этом поединке. Подвигаться. Прочувствовать клетку. На пресс-конференции. Он говорил, что бросаться, конечно, не буду. Но буквально разорвать соперника очень хочется. Очень заряженным ходил на этот поединок Муслим. Поэтому пока, видимо, все пристрелкой. Аккуратно присматривается. Аккуратно присматривается. Кайкик не заходит. И еще одна атака на сближение от Муслима Магомедова. Несколько джебов по воздуху. Эверты на Палакине. Подходит просто Палакине. Потихонечку пытается на удобную для себя дистанцию выйти. Потому что далековато. Очень много финтов левым бедром от Эвертона. Но при этом удары ногами он не выбрасывает. Еще один финт. Подходит и вторая минута уже к концу. И Максим Протасов, может быть, и даже предупредит бойцов. Активности немного. Хороший был. Под ближнем. Начинает запирать Муслим соперника потихоньку. Любопытно, а будет ли прибегать к борьбе вообще в ближайшие секунды? Или все-таки оставит это на десерт? В данном случае из этих двух соперников более понятным по техническим действиям. После Магомеда. Поэтому мы и отталкиваемся от него в аналитике этого поединка. В конце концов статус Магомеда, который за плечами был. Вот, собственно, заход в борьбу. И сейчас все должно легко получиться. Там при падении мог даже и травму руки получить. Кулакини 2.20 до конца раунда. Повыше, повыше подпирается потихонечку Муслим. Обосновывается. Находит точки опоры. Пытается вообще на раз 5 выйти, отключив правую руку. Неплохо накатывает корпуса. Хавгард скорее. Да, диагональный контроль. И вот из этого положения с левой руки освободившийся как раз он и будет пытаться наносить удары. Будь то локоть или будь то кулак. Не имеет значения. Вот там не может вывести таз. Максимально плотно работает Муслим. Изначально был другой соперник у Магомедова. Так что в Палакине еще и на относительно коротком увитомлении вышел. Это шанс. Очень большой шанс. Но, опять же, сопряженный с большими сложностями. Потому что Муслим Магомедов это человек, который преследует самые высокие цели в дивизионе. Поэтому победить его, это нужно обладать широким спектром возможностей в смешных манаборствах. В частности, как минимум борьбой высокого уровня. На данный момент пояс в Акад. Да. И вот такие атаки от Муслима. Может быть, еще одна попытка отключить руку будет. И вот здесь заход в маунт. Нет, не получается. Да, вовремя Палакине подкрутился. Но там как тяжело. Всаживает эти удары по корпусу Магомеда. И пытается там найти ногу. Палакине не получилось. Какие же тяжелые удары. Нагружает опять сверху всем телом Муслим соперника. Висит, висит на нем Муслим. Но времени мало уже. Ну да, для досрочного завершения здесь, наверное, просто не хватит. Ведь некий цикл нот. А вот с точки зрения доминации, ну, сложные времена настают в целом у Эвертона. И пяток удара в самой концовке. Адбиотодио, адбиотодио. Адбиотодио, адбиотодио. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 С разворота, чтобы не попробовать вот так ударить, вспомнить, как будто это делается. Стал активнее работать передний, дальний, фронт-кик. Пока все в стойке, решит подвигаться ему слем. Ну, вовремя уходит из-под этого давления Магомедов. Правой попасть. И вот тот самый момент, который он так долго ждал. Кавгард, неплохая диагональ. Пытается освободить левую ногу после Магомедов. И, скорее всего, с этой задачей он справится. А вот полный маунт, нет, не заскакивает. С левой плотно. Есть ли полный маунт? Да, совершенно верно. И вот здесь могут быть серьезные проблемы у Палакини. В частности, досрочное завершение маячит на горизонте все более явно. Сейчас удастся растянуть окончательно Эвертона. То, да, вот в таком положении мы должны будем констатировать финал. И... И все. Абсолютно логичная точка в этом противостоянии. Муслим Магомедов поддерживает тринадцатую победу. В карьере ноль по-прежнему в графе поражений. Шестая победа нокаутом, в данном случае технически. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ждем, когда пойдем в другом Муслиму Магомедову. И постепенно будем двигаться дальше. Это ИСЕЙ-171. Сейчас после больших парней в клетку зайдут мухачи. Вартан Асатрян и Александр Прая. Дамы и господа, время остановки боя 2 минуты и 46 секунд третьего раунда. Дорогие господа, у нас есть время. 2 минуты 46 секунд в раунде 3. Техническим нокаутом. Добивание. Одержал победу. И остается нестающим поражением. Техническим нокаутом. И еще не победил Муслим Макомедов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, пошумите для Магомедова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Муслим, у нас не очень много времени. Коротко, кто следующий твой оппонент? Кого хотел бы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ваши аплодисменты, Муслим Макомедов! АПЛОДИСМЕНТЫ Полностью раскиться не получилось. Извините, пожалуйста. Очень много травм было. Сейчас все не буду говорить. А так, спасибо моим команде Куба Universal Fighters. Спасибо Лиге Айсей, что нашли мне соперника. Дали возможность. Спасибо моим друзьям ВНК. Автоэкспорт. Всем огромное Барково. Ваши аплодисменты, Муслим Макомедов!